Друзья, привет! Я Даня, вы на канале Brickstar Official. В ближайшее время в моем музее LEGO Brickstar в центре Москвы на Трубной площади будет смена экспозиции. Одна из новых серий, которая там будет представлена, это LEGO Spongebob. Сегодня на этом канале я покажу вам сразу три крутых набора из этой серии. Большой обзор! Поддержите лайком, если такая тема нравится, и приходите в Brickstar в галерею Недлинную. До встречи там, в магазине или в музее. Итак, мы начнем с набора приключений Красти Краб. 2009 года набор, в нем было 209 деталей. Было, есть сейчас, и наборчики все из этой темы, они уже редки. Губка Боб. У меня раньше, я могу сказать, что фигурок по данной теме не было. И, конечно, он выглядит забавно. Герой, естественно, узнаваем. Понятно, это принт, не наклейка, и данная деталь уникальна. Каждая фигурка здесь в хорошем состоянии, я думаю, сейчас стоила бы дорого. А тут вы увидите, помимо этих фигурок, еще и наборов плюс-минус топовой комплектации. Далее у нас идет базовый Патрик. Причем я вам скажу, ребята, и Губка Боб и Патрик, сегодня вы увидите сразу их три версии. В данном наборе идут самые базовые. Здесь интересная деталь головы, ну и, в принципе, прочненькие достаточно принты. Также, Мистер Крабс, фигурка супер прикольная, особенно головой и банкноты у него есть, понятное дело. Ну так, если по ним судить, вот этот, конечно, самый забавный. И мне кажется, по стоимости он бы вышел дороже, чем Губка Боб и Патрик, потому что, ну, все-таки их было прям много. Здесь же супер, ребята, уникальный, прикольный чувак. Для предыдущих двух героев есть даже специальная машина-бургер. Правда, у человека, у которого я покупал, бежевые детали заменены белыми. Ничего страшного, думаю, вы понимаете, как данный аппарат выглядит. Можем сюда посадить Патрика, да, посадили. Ну а так машинка неплохой подвижностью обладает. Главное, что есть в наборе, Красти Краб. Так, слушайте, маленький-маленький, но, в принципе, похож на то, что было в Губке Бобе. Хоть и супер все эти постройки, они, конечно, простые. Ну и, во-первых, девятый год, но не только девятый. Принципиально я бы сказал, что серия, она была такая. Не самая детализированная из леговских. Даже в те годы были гораздо более эффектные модели. Стеклянные двери. Окон нет. Напоминаю, действия происходят под водой. Также мы можем достать вот этот столик. На нем крабсбургеры, естественно. Ну, Красти Краб, крабсбургеры, да, это то, что они там делали. Губка Боб, как мы помним, он работал в этом заведении. И вот это его шеф получается. Энтер. Ну, как можно войти. Давайте это и сделаем. Внутри увидим что-то типа холодильника. Это первое, с чашкой. Ну, и далее, кассовый аппарат, плюс комфорка, на которой готовится бургер. Это все, друзья. Так выглядел, ну, я бы сказал, средний по количеству деталей и размеру набор из этой серии. Далее набор летучих голландец. В 2012 году. 241 деталь. Фигурка губки Боба. Здесь он в пиратской одежде. У него и головной убор капитана, и повязка на глазу, и рубашка пиратская. Слушайте, забавно выглядит фигурка, понятное дело, уникальна. Уникальна так же, как и Патрик, который здесь похож на какого-то помощника капитана, может, ботсман какой-то. Здесь принтованная деталь карты. Сокровищ, видимо. Также, опять же, одежда пирата. И плюс тоже повязка на глазу, но уже на другом. У губки Боба левый закрытый, у Патрика, соответственно, правый. Плюс есть лопата. Вот такие две фигурки. На голландце посмотрим попозже, пока покажу вам вот такую постройку. Пушки в комплекте, который я покупал, да, это, понятно, БУ набора, ребят, не было. Но, тем не менее, хоть и пушки не было, мне часть этого набора прям зашла. Нравится мне, как здесь вроде просто, а вроде и доски специальным образом расставлены. Плюс что-то здесь типа укрытия образуется. И, на самом деле, тут есть тайник, ребят. Под пальмовыми листьями мы их можем вот так убрать, раскрыть данную часть и уже достать сундук, в котором золото, конечно. Плюс, смотрите, совсем старенькие детальки, вот эти с цифрой 10, 30, которые прям выдают, что у нас набор из прошлого, друзья. Смотри, огромный корабль! Очень хорошо! Супер небольшой, но миленький, я бы сказал, летучий голландец. Вот, хотели летучего голландца в Лего, правда, по пиратам, ну, вот, был хотя бы такой. Этого героя вроде зовут тоже летучий голландец, это признак. Я летучий голландец! Классная фигурка! Супер забавно выглядит! Здесь и шлейф, и вот этот большой пиратский головной убор. Вроде такой же, как раз, как был у черной бороды в Пиратах Карибского моря. И плюс принт лица, он прям очень странный. А герой, между прочим, похож. Вот, правда, был чуть толще, да, но, тем не менее, сходство есть. Естественно, оружие это пиратская такая шпага. Дальше, сам летучий голландец, корабль летучий голландец, герой летучий голландец, тем не менее. Деталь носа, которую недавно использовали в Ниндзяго, в мехе подводном. Также мачта с парусом принтованным, какой он крутой! Вот, прям нравится мне. Опять смотрю, думаю, может, все-таки наклейка, а нет. Очень классная принтованная деталь. Далее мы сможем наверх, в принципе, поместить фигурку при желании. Корабль, кстати, повторяет цвета его владельца. Он зеленый, он такой реально призрачный. Ну, до скапа, которой кому-то придется пройтись, видимо. Плюс, якобы, декоративные пушки слева и справа. Также, обращаю ваше внимание, друзья, на скошенную форму окошек. Ну, и, естественно, место для капитана. Куда без него. Здесь, несмотря на небольшую постройку, мы сможем разместить сразу три фигурки. Кто-то у нас может встать рядом с каютой. Капитан встает, естественно, за штурвал. Ну, и кто-то тоже может вот наверх залезть и следить за обстановкой. В принципе, все три героя разместились на корабле. Патрик упал. И мы двигаемся к самому большому набору в сегодняшнем выпуске. Итак, самый большой набор в сегодняшнем ролике. Подводная вечеринка в бикини-ботом. 471 деталь, 2012 год. Здесь реально есть на что посмотреть. Большое количество построек. Начиная от каких-то банальных, вроде такой вот карусели. И заканчивая уже домиками для двух главных героев. Смотрите, ребят, здесь что отмечу. Улитку. Домашний питомец. Кубки Боба. Улитку зовут Гэри. И у нее интересные две принтованные детали. Плюс виноград играет роль глаз. И, слушайте, очень креативно. Далее, качели. Можно разместить двух героев. Обладают, ребята, по нынешним меркам, конечно, невероятным функционалом. Чуть побольше постройка, где есть миссис Паф. Одна из десяти главных героев губки Боба. Это рыба. Мне кажется, одна из самых дорогих фигурок в серии. Это принт, который, ну, кстати, до наших дней неплохо дошел. Очень хорошо сохранился. Забавная, конечно, фигурка. Ну и плюс ларек для нее есть даже специально. Мы можем его постараться сюда засунуть. Здесь есть шарики. Здесь есть, естественно, холодильник для мороженого. Потому что здесь в основном у нас мороженое. Ну и плюс есть какие-то другие прохладительные напитки. Помимо вот мороженого. Справа у нас специальная классная установка с колонками, где у нас заведует Патрик. Патрик здесь уже у нас в гавайском стиле. Он отдыхает. У него даже есть принт очков. Потом посмотрим на других героев. У них тоже будут прикольные образы. Как же круто, что здесь детали сундуков играют роль колонок. Прям зашла эта тема. Пульт диджея. Здесь еще и пластинки. Но на них уже наклейки. Также их можно вращать. Домик Сквидварда. Вот, кстати, он сам. Как всегда недовольный. Но даже у него, видите, такой декоративный прикольный элемент. Такое ожерелье. Домик Сквидварда. Похож, в принципе. Напоминает какой-то странный тотем. Большой. Открывается дверь. У меня уже второй раз, ребята, улетает вот эта деталька. Вот этот сундучок, который находится на третьем этаже. Внутри ноты есть на первом. Если посмотрим, это наклейки. Тут он играть, соответственно, будет. И вот его как раз музыкальный инструмент. Также, если мы эту штуку уберем, увидим, что у него такой росток есть. Кто вообще, ребята, смотрел в теме, можете писать, нашли ли вы какие-то отсылки. Ну, а мы поднимаемся уже на второй этаж, где видим, опять же, уже в третий раз упавшую деталь. Плюс его, ну, художество, рисунки. Я не знаю, можно ли это назвать картинами. Ну, давайте назовем. Это, кстати, две наклейки. Плюс здесь есть, ну, стул со столом. Можно героя посадить. Почему нет? Также у него есть лампа. И это что-то типа чердака. Мы, в принципе, можем здесь легко хранить вот эту конструкцию с трех деталей. Что это и что было внутри, если в теме, пишите в комментариях. Кто проживает на дне океана? Спанч Боб, бэй, бэй, бэй! Самая яркая, классная, мне кажется, конструкция в сегодняшнем ролике – это домик Спанч Боба. Фигурка здесь Спанч Боба у нас тоже яркий, классный. И, ну, вот это, наверное, версия моя любимая. Он прям очень забавный. И да, друзья, вы, кстати, можете писать, какой Патрик, какой Спанч Боб понравился вам больше. Это вопрос сегодняшнего ролика. Будет прикольно. Было две версии домика Спанч Боба. В еще одном наборе она была больше, но кроме нее ничего интересного не было. Здесь прикол в том, что у нас сразу много построек. Здесь штурвал. Открывается, соответственно, дверь. Так выглядит массивно, прям хорошо. И его домик здесь тоже украшен, потому что вечеринка, ребят. Ну, все понимают, я думаю, что он повторяет форму ананаса. Тут ничего, я думаю, говорить про это даже не имеет смысла. Есть и дымоход синего цвета. И давайте посмотрим, что есть внутри. Внутри есть что-то типа, я предполагаю, либо кровати, на которой он может лежать и потом вот так, соответственно, кувыркаться. Также есть тарелка. Если мы посмотрим на стены, увидим различные наклейки и с его улиткой, и с Патриком, почему-то прям на самом-самом видном месте. Также кустик на вот полочке. Но в целом, друзья, по наполнению, конечно, слушайте, домик Сквидварда, он был посолиднее. Казалось бы, места больше, а вот Сквидвард использовал в своем домике его лучше. Наборы, конечно, очень простенькие. Мне очень понравились с них фигурки. Очень-очень. И вот голландец, он забавный. Так, конечно, кто смотрел этот культовый мультфильм, который показывали с 99-го года, тем наборы зайдут. Что ж, жду в гостях, чтобы, ну, вы в моем музее увидели самые лучшие, самые интересные, дорогие наборы LEGO в мире. До встречи, всем удачи, всем пока!